За окном наступила весна, светит солнышко и уже совсем скоро растает весь снег. Хочется цветов, зеленых листочков, а еще хочется творить и создавать весенний и пасхальный декор. Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Хендмейк. Сегодня я приготовила для вас несколько мастер-классов, которые уже были на моем канале. Но я убрала все лишнее, добавила озвучку и оставила все только самое интересное. Абсолютно все поделки служат мне до сих пор, и все они мне до сих пор очень нравятся. Естественно, ссылки на первоначальные мастер-классы я оставлю в описании под этим видео. А сейчас предлагаю приступить к просмотру. Для первого мастер-класса нам понадобятся плоские деревянные заготовки в виде яиц. Но такие заготовки можно вырезать и из картона. Для одного зайчика, а мы будем делать именно их, понадобятся две яйцевидные заготовки. Заготовки грунтуем белым акриловым грунтом или белой акриловой краской. И раскрашиваем ваши любимые цвета. Я остановила свой выбор на пастельных цветах. Все заготовки раскрашиваем только с одной стороны. Пока заготовки сохнут, сделаем будущим зайчикам ушки. Подойдет любая не осыпающаяся по краю ткань. Можно взять фоамиран. Я же использовала листочки от искусственной ветки эвкалипта. Для каждого зайчика нужно вырезать по два одинаковых ушка. Ушки делайте пошире, так как дальше мы их будем сворачивать. Ушки тоже грунтуем белым акриловым грунтом или белой акриловой краской. А после того, как грунт высохнет, подворачиваем края ушек к центру и приклеиваем их с помощью термопистолета. Теперь берем две одинаковые яйцевидные заготовки, поворачиваем их друг к другу неокрашенной стороной. К одной из заготовок на полимерный клей приклеиваем ушки и склеиваем две заготовки вместе. Из любой отвердевающей на воздухе глины или массы папье-маши лепим зайчику мордочку. Для этого катаем шарик, расплющиваем его, немного заостряем с верхней стороны и приклеиваем к заготовке основе. Пальчиком намечаем углубление в районе глаз и оставляем до полного высыхания массы. Я оставила на ночь. Снова берем акриловые краски и раскрашиваем ушки в тот же цвет, что и тело зайчика. Светло-бежевой краской раскрашиваем мордочку. Белой краской делаем рисунок на теле и на ушках. В итоге у нас получится зайчик в комбинезончике. Коричневой сухой пастелью или коричневыми тенями для век слегка тонируем мордочку. Спонжем коричневой акриловой краской слегка тонируем торцы и ушки. И тонкой кисточкой, снова коричневой краской, прорисовываем контур головы и рисуем мордочку. Белой краской раскрашиваем глаза. Розовой рисуем румянец и закрашиваем внутреннюю часть ушек. Голубой краской рисуем радужку глаз. Черные зрачки. Розовой краской подкрашиваем носик и ротик. Коричневой краской рисуем веснушки и усики. Белой краской ставим блики в глазах. Если вы хотите сделать из зайчиков подвески, то вклейте в них петельки из проволоки. Также зайчиков можно использовать в качестве брелка или броши. А если приклеить им сзади магнит, то будет украшение на холодильник. По желанию комбинезоны зайчика можно украсить пуговками, бусинами, бантиками и любым другим декором на ваше усмотрение. Весь декор я клею на полимерный клей. Ну а сзади зайчиком можно сделать хвостик из маленьких помпончиков. Такой декор получается очень милый, нежный и по-настоящему весенний. Переходим ко второму мастер-классу. И дальше мы будем делать цыплят. Для них нам понадобится желтая пряжа. Если у вас будет обычная, ее нужно будет мелко порезать. Я же взяла плюшевую и просто стянула ворсинки с центральной нити. Из фольги формируем основу. Скатываем один шарик побольше и придаем ему овальную форму. Это будет туловище. Затем формируем один шарик поменьше. Это будет голова. И с помощью зубочистки и термоклея соединяем две детали вместе. Дальше нам понадобятся капроновые чулки или колготки. Обтягиваем капроном заготовку будущего цыпленка. Капрон фиксируем ниткой и термоклеем. Капрон нам нужен для того, чтобы пряжа лучше прилипла к основе. А дальше наносим термоклей на заготовку и прикладываем пряжу. Убираем все лишнее. И так постепенно одеваем всего цыпленка в желтую шубку. Где нужно вторым, а то и третьим слоем наращиваем объем. Расческой с частыми зубчиками или щеткой для животных аккуратно причесываем всего цыпленка. Делая его более пушистым. Отдельно формируем из пряжи и термоклея крылышки и приклеиваем их на место. Из проволоки скручиваем лапки и обмазываем их термоклеем. Ножницами или шилом проделываем в цыпленке отверстия под лапки. И с помощью термопистолетов клеиваем лапки на место. Не забудьте отрегулировать разворот и положение лапок таким образом, чтобы цыпленок на них устойчиво стоял и не заваливался. Клюв цыпленку можно сформировать из любой глины для лепки или массы папье-маше. Я же вырезала его из обычной пробки. А глазки делаем из крупных черных бусин, предварительно проделав под них в голове цыпленка отверстие шилом или ножницами. Клюв и лапки я раскрасила светло-оранжевой акриловой краской. И ножницами подровняла цыпленку оперения. Наши малыши готовы. Их можно украсить бантиками, цветочками, сделать им шляпки или просто оставить как есть. Каждый раз, когда я доставить их цыплят к Пасхе, они вызывают у меня улыбку и мне очень хочется сделать еще больше этих очаровательных желтых комочков. А сейчас, по-моему, самое время поставить лайк этому видео и написать какой-нибудь комментарий. Мне будет очень приятно. А еще вы можете подписаться на этот канал, если до сих пор этого не сделали. И не забудьте нажать на колокольчик, так вы точно не пропустите мои новые мастер-классы. Для третьего мастер-класса нам понадобятся палочки от мороженого и медицинские шпатели. Медицинские шпатели можно купить поштучно в аптеке или заказать на Озоне или на Валдберрис. Сначала берем три шпателя, располагаем их вместе и карандашом делаем разметку по верхнему краю в виде вершины треугольника. Аккуратно ножницами обрезаем шпатели по разметке. Теперь поверх трех шпателей прикладываем по центру два шпателя и также карандашом намечаем вершину треугольника. Обрезаем шпатели по разметке ножницами. Берем еще один шпатель и обрезаем наискосок его края, так, чтобы при соединении обрезанные края образовывали сердечко. Наждачной бумагой или пилочкой для ногтей обрабатываем все срезы. Палочку от мороженого, лучше взять фигурную, как у меня, разрезаем пополам. Это будут ножки ангела. Да, сейчас мы делаем ангелочков. А от палочки для кофе или узкой палочки от мороженого отрезаем наискосок края. Это будущие ручки. Их длину лучше регулировать по месту. Теперь берем густой клей ПВА, лучше взять столяр, и склеиваем сначала две заготовки для платья, то есть три шпателя вместе и два шпателя вместе, и сердечко. Даем деталям высохнуть. На большую заготовку платья по центру сверху приклеиваем длинную петельку для подвеса. На нее же дальше мы зафиксируем голову, поэтому петельку делайте подлиннее. Петельку для большей надежности я приклеила на полимерный клей. На эту же заготовку, только на нижнюю ее часть, приклеиваем ножки. И сверху приклеиваем оставшуюся часть платья. Все щели я еще раз хорошенько промазала клеем ПВА. Сверху на платье приклеиваем ручки, так, чтобы они были опущены вниз и направлены друг к другу. И приклеиваем сердечко, как будто ангел держит это сердечко в руках. Оставляем ангела до полного высыхания клея. Дальше для головы ангела нам понадобится бусина диаметром 35 мм. Если у вас нет готовой бусины, то ее можно сделать самостоятельно из любой массы или глины для лепки. Бусину раскрашиваем светло-бежевой акриловой краской. Платье ангелу раскрашиваем небесно-голубой или светло-бирюзовой краской. Этим же цветом раскрашиваем и ботиночки. А розовой краской раскрашиваем сердечко. Обмазываем верх бусины любым полимерным клеем. И из пряжи коричневого или желтого цвета формируем ангелу прическу. Чтобы волосы получились более объемными, используйте пряжу после распускания каких-то вещей. Она будет волнистая. А также можно использовать меховую пряжу или пряжу с петельками и узелками. Простым карандашом делаем набросок лица. Розовой акриловой краской делаем ангелочку-румянец. И тонкой кистью-коричневой краской аккуратно прорисовываем нос, ротик, глазки и брови. Также можно нарисовать веснушки. После того, как краска высохнет, продеваем петельку для подвеса в бусину. И фиксируем ее на месте полимерным клеем и маленькой бусиной. Теперь голова ангела не будет спадать с веревочки. Из проволоки золотого цвета скручиваем нимб и крылья. Для нимбы не забудьте оставить проволочный стержень, с помощью которого нимб будет крепиться к голове. Крылья можно сделать любой другой формы, не как у меня. Главное, чтобы оба крыла получились одинаковыми. По желанию ангела можно украсить ленточками, бантиками, бусинами или стразами. С помощью полимерного клея закрепляем нимб и крылья. Также я дополнительно украсила сердечко и ботиночки ангела акриловыми контурами. И, кстати, у меня на канале есть мастер-класс о том, как можно сделать акриловые контуры самостоятельно. Ссылочку я оставлю в подсказке и в описании под этим видео. Наши ангелочки готовы и выглядят они, на мой взгляд, очень нежно и мило. И их совсем не обязательно делать именно к Пасхе. Ими можно украсить детскую комнату или спальню вполне себе на постоянной основе. Переходим к последнему на сегодня мастер-классу. И для него нам понадобятся маленькие пенопластовые яйца. Я купила вот такой вот набор в фикс-прайсе. Единственное, что мне в них не понравилось, так это их расцветка. Поэтому решено было их перекрасить. Для этого надеваю все яйца на проволоку. Проволоку можно заменить на зубочистки. И сначала грунтую все яйца белым акриловым грунтом. Его можно заменить белой акриловой краской. А затем раскрашиваю их в пастельные цвета. По желанию вы можете выбрать какой-то один цвет или выбрать какую-то другую более яркую гамму. Это уже на ваше усмотрение. Дальше разводим коричневую акриловую краску водой. И жесткой кисточкой или ненужной зубной щеткой делаем набрызг на все перепелиные яйца. Так рисунок получится более реалистичный. Из картона вырезаем два круга диаметром 20 см. И в центре каждого круга вырезаем еще один круг диаметром 15 см. В итоге у вас должны получиться две картонные заготовки для венка диаметром 20 см. На одну из картонных заготовок наклеиваем с помощью термопистолета петельку для подвеса. И склеиваем две заготовки вместе так, чтобы петелька была расположена между двух этих заготовок. Я оклеила картонную заготовку косичкой, сплетенной из бельевой веревки. Но можно задекорировать картонную заготовку и обычным шпагатом, или даже просто оклеить мешковиной. А дальше берем наши перепелиные яйца и с помощью все того же термопистолета приклеиваем их на задекорированную картонную основу венка. Яйца стараемся располагать по всему венку равномерно, чтобы в итоге не получилось, что в одном месте густо, а в другом пусто. Веночек я дополнительно украсила разноцветными перышками и искусственными листочками. Кстати, листочки я взяла с коврика газона, купленного все в том же фикс-прайсе. Вы же можете украсить веночек на свое усмотрение и добавить тот декор, который вам больше нравится. На самом деле, такой декор можно использовать не только как веночек на стену или дверь, но и как настольное украшение. И поставить в его центр, например, кулич или свечи. Только используйте светодиодные, так безопаснее. Надеюсь, эти мастер-классы вам понравились и вы нашли для себя что-то новое, полезное и интересное. И если это так, то лучшей благодарностью для меня, как и всегда, остаются ваши лайки, комментарии и подписка на мой канал. А на этом у меня на сегодня все. Я желаю вам всем всего самого доброго. Люблю вас всех и обнимаю. До скорой встречи. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал.